Не вызывает сомнений и полностью соответствует всем санитарным нормам. Вода, которая пользуется в своих квартирах жителей Перу-Уральска, прошла все проверки. Тем не менее, специалисты продолжают исследовать источники питьевой воды, а Роспотребнадзор давать рекомендации по соблюдению мер безопасности. Специалисты водоканала регулярно проверяют питьевую воду во всех источниках водоснабжения. В частности, в Верхнешайтанском водохранилище и Нижнесергенском месторождении берут пробы на бактерии и вирусы. Проверяют и водораспределительные колонки. На водораспределительных колонках по улице Генераторная, у дома 11, на улице Дружбы, дом 5, на улице Вайнера, дом 34 и на перекрестке Чкалова-Гагарина. В настоящее время питьевая вода во всех источниках в полном объеме соответствует требованиям Санпина, утверждают сотрудники водоканала. Но скоро паводок, а значит вода может стать грязнее. Специалисты Роспотребнадзора призывают горожан пить только кипяченую. Проблемой питьевой воды озабочены и депутаты. Выслушивая жалобы избирателей, они отмечают, горожане часто и сами наносят вред водным источникам. Вы посмотрите, что делается весной, то не весной, а летом. Люди плавают, люди купаются, люди моют машины. Но это разве правильно? Мы будем встречаться с руководителем Роспотребнадзора, будем решать эти вопросы. В прошлом году во время паводка администрации города был организован подвоз чистой воды в цистернах к жилым домам. Этой весной мера может не понадобиться. На Верхнейшей Танской насосной фильтровальной станции появится новый фильтровальный контейнер. Качество воды – это первая проблема в городе, в которой мы относимся с трепетом. На сегодняшний день разработана программа, разработан порядок ее реализации. Водоканал реализует на сегодняшний день проект по реконструкции насосной фильтровальной станции. Стоимость достаточно серьезная – 370 миллионов. Финансируется программа из местного бюджета плюс средства водоканала. Старые песчаные фильтры насосной фильтровальной станции заменят на новые мембранные. Первый этап модернизации планируют завершить уже в следующем году. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова